Коронавирус спутал карты всему спортивному миру. Из-за карантина, объявленного в большинстве стран, перенесен или отменен ряд крупнейших международных соревнований. Это Олимпиады в Токио и чемпионаты мира и Европы по самым разным видам спорта. Как восприняли эту новость дагестанцы? Тренируются ли спортсмены в режиме самоизоляции? Узнаем в материале Курбана Рагимова. С 23 марта на карантин закрыты все спортивные учреждения, но сами спортсмены понимают, что любая пауза может сильно сказаться на их общих физических показателях. Поэтому каждый по мере сил старается поддерживать свою форму и тренироваться в домашних условиях. Если в предыдущие 10 дней у всех была возможность проводить занятия на свежем воздухе, в основном это были парки, пляжи и горы, то согласно рекомендациям властей, теперь, дабы снизить риск распространения коронавируса, тренироваться можно только дома. В этой связи новым трендом стали так называемые онлайн-тренировки. Ежедневно спортсмены клуба Universal Fighters в своем инстаграме транслируют индивидуальные занятия, где чемпионы мира по грэплингу и джиу-джитсу показывают зрителям простые комплексы упражнений, для выполнения которых не требуется наличие специальных тренажеров или других снарядов. В эти дни популярность приобрели различного рода эстафеты, так называемые челленджи. Также в домашних условиях свою технику совершенствует и опытный тэквондист Сейфула Магомедов, многократный чемпион Европы, ныне тренер сборной России. Он показывает своим подопечным, чем можно занять себя, находясь дома. Вот простые и несложные задания, которые можно выполнять дома. Занимайтесь спортом дома, будьте здоровы. Наш следующий герой соорудил аналог уличных брусьев из подручных предметов. Это лидер движения стритворкаут в Дагестане Саид Малаев. Для того, чтобы посередине комнаты оборудовать себе площадку для занятий, ему потребовались два стула и черенок от лопаты. В условиях самоизоляции приходится тренироваться дома, не имея спортивного инвентаря, из подручных средств два стула, палка, выполняя ряд упражнений. Поэтому берите на заметку, дабы не заржаветь и быть в форме. Тренируйтесь. Конечно, чуть больше преимуществ у жильцов частного сектора интенсивную тренировку можно провести во дворе своего дома на свежем воздухе. Как видите, финалист чемпионата мира по боксу, а ныне тренер профессиональных бойцов Самир Магомедов к своему любимому делу подходит основательно. С таким же призывом соблюдать режим самоизоляции к жителям Дагестана обратилась вся спортивная общественность. Крайне ответственно к ситуации подошел Муслим Салихов. Вернувшись из США, где у него из-за эпидемии коронавируса сорвался поединок, бойцы UFC уже больше 10 дней находится дома. В период карантина, пока в ближайшие месяцы нет никаких соревнований, многие спортсмены вносят разнообразие в свои тренировки. Так, юный богатырь из Кироваула Магомед Расул Магомедов осваивает уроки бокса в своем домашнем спортзале, а это видео с участием победителя первенства мира Розамбека Жамалова в борцовских пабликах назвали работой над общей физподготовкой. В общем, примеров более чем достаточно. Не секрет, что спорт служит одним из самых эффективных методов профилактики различных заболеваний. Поэтому тренируйтесь и оставайтесь дома.